Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил невеселый вопрос. Почему уходит любовь? Вопрос этот очень сложный, потому что он более здоровый и более искренний и лучше поддается решению, когда понимаешь, что у меня в сердце уходит любовь. Любовь в самом широком смысле слова. Любовь к родным, близким, к жене, к родителям, любовь к любимому делу, любовь к храму, любовь к Богу, когда уходит. Тут, правда, можно подумать, а была ли любовь? Потому что тоже, конечно, вспоминаем слова апостола Павла, что любовь не ищет своего. Возможно, это была не любовь, а привычка, наоборот, что-то получать. Тогда и менять надо. Куда тяжелее ситуация, когда, вот, а почему же любовь уходит? Вот почему взял и муж бросил, оставил с детьми, да, там без денег, ушел там куда-то, да, что произошло, куда вот любовь ушла? И хотя вот это исправить тяжелее, но на самом деле это все звенья одного процесса. Звенья того, что люди даже пытаясь, когда были силы, когда были какие-то радостные времена, строить любовь, они в итоге строили совсем не то. Да, вот есть там одно ужасное шоу, там, что вот, там, построим любовь, слога. Да, а в итоге, ну, действительно, и цирк, и блуд, и нечистота всякая. И поэтому сегодня бы хотелось прочитать вот такие поэтические слова, но которые не просто отделаются красивыми словами, а за которыми, как всегда, стоит глубокий смысл. Евангелист Иоанн, помимо Евангелия, написал еще послание, и вот одно из этих посланий, первое послание апостола Иоанна, посмотрим 4 главу, 7 и 8 стих. «Возлюбленный, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает и Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Действительно, Бог есть любовь. Собственно, вот эти слова «Бог есть любовь» и «источник любви», они во многом базируются вот на прочитанных нами стихах. «Мы можем подчеркнуть любовь только у Бога. Настоящая любовь, полноценная, возможно, только у верующих человек». Тут можно возразить, да не, кто-то там верующий, а взял и там разругались, они там друг друга ненавидят, развелись, никакой любви нет. Или вот верующие, какие они козни строят, какие гадости, ну где там эта любовь, а вот тут-то там вот неверующие люди, как они там живут в душах души. Не всегда внешняя картина сочетается внутренней, но есть еще важный момент. Душа, она правда стремится к Богу. Человек, который даже технически носит крести, который даже технически там молится в храме, это вовсе не значит, что он Бога знает, и даже если знает, не значит, что он подражает. Вспомним слова апостола Павла про бесов, что бесы веруют и трепещут. Бесы, они бывшие ангелы, они Бога очень хорошо знают, лучше, чем любой человек. Но это никак на них не сказывается, они его только боятся. Они его представляют, да, знают, что Господь, он всесилен. И поэтому они его ненавидят и боятся. И никак к познанию любви это не имеет отношения. Мы же же специально должны Бога узнавать и на него походить. Именно поэтому тут есть замечательная возможность у людей, которые Христа не знают, никогда не слышали, да, люди другой религии, живущие в какой-то там глухих джунглях Амазонки, тем не менее, вот есть какая-то у них чистая любовь, самопожертвование. Потому что они не знают определений. Но, как апостол Павел говорит, спасается по естественному закону. Душа неиспорченная подсказывает. Да, любовь не ищет своего. И человек берет, жертвует собой. Да, там человек уже в Великую Отечественную войну, да, сколько, конечно, было еще крещеных, верующих, воспитанных людей до революции, кто-то и после революции веру сохранял. Но нет, и были люди вполне атеистического настроя, которые тоже бросались там грудью над зод, погибали, защищали других. Тоже это любовь. Но да, это вот любовь порыва, она более легкая. А вот любовь, которую ты должен сохранить, и как вот действительно тут скажет вопрос, хорошо сформулирован, не почему любовь пропала, а почему она вот именно медленно уходит. На подвиг это можно пойти. А вот каждый день идти на подвиг, каждый день жертвовать собой по чуть-чуть, это значительно сложнее. И это невозможно без помощи Божьей. Другое дело, что Господь готов эту помощь оказывать. Не тот, кто там правильно перекрестился, не тот, кто правильно крестик одел, эту помощь от Господа получит, а тот, кто сам сможет как Бог любить, сам сможет жертвовать, сможет жертвовать своими интересами. Это не значит вообще, ой, ну а где же там практический вывод? Да, я вот беру, забочусь, забочусь, а там как-то всячески развлекаю, унижаюсь, а человек меня все равно не любит, у него любовь уходит. Как же вот тут, да, вот вроде начать себя, начать любить? Так нет. Если ты человека избаловал, избаловал вниманием, если ты его не заставлял трудиться, не заставлял взорящивать любовь, если ты просто тоже старался только капризом человека угождать, то не нужно удивляться, что любовь у него ушла, потому что ты из эгоистичных побуждений, чтобы быть в комфорте, чтобы не было никаких разногласий, чтобы просто человек с собой не спорил, да, потакал его слабостям, а когда эти слабости разрослись, ничего не можешь этому противопоставить. Поэтому, конечно, конечно, самый надежный способ, чтобы любовь не уходила, это познавать Бога. Узнаваешь его, Господь обязательно подскажет, обязательно сохранит. Настоящие чудеса в земле восстанавливались. Люди разводились и спустя годы друг друга находили. Да, совсем недавно вот такой случай тоже у нас есть на приходе, что люди годами были в разводе. И вот снова любовь их сердца воссоединила. Как раз после того, как тоже один из супругов воцерковился. Эти чудеса Господь открывает, потому что кто узнал его, узнал настоящую любовь. И кто знает Бога, продолжает это познание, потому что Господь — это путь, это не набор каких-то фактов. Тот любовь не только сможет найти, но и сохранить.